Продолжаем выпуск. На смену международному авиарейсу Абакан-Бишкек пришел новый Абакан-Ош. Несмотря на зимний сезон, направление на Киргизию оказалось не менее популярным, чем летом. С первого дня заполняемость салона авиалайнера в обоих направлениях стопроцентная. Снежная погода в Абакане не внесла коррективы в работу аэропорта. Авиалайнер из Киргизии приземлился в столице Хакассии, как и полагалось, с начале четвертого. Боинг тот же, что и курсировал между республиками в августе-сентябре. Изменились маршрут. Вместо Бишкека пункт для отправления город Ош. Время пути увеличилось на 10 минут и составило теперь 2 часа 40 минут. И стоимость билета минимальная 5 900. Между тем, уже с первого дня нового рейса заполняемость салона стопроцентная, 122 пассажира. Во-первых, очень дешево и прямо с Абакана мне вот устраивает. Два раза летала с Красноярского. Дольше выходил и подороже был билет. Вместе с рядовыми пассажирами на борту лайнера и представителя авиакомпании-перевозчика Air Kyrgyzstan и международного аэропорта Manas деловой диалог между республиками, начатый еще в июле на открытии первого рейса, будет продолжен. Международное авианаправление – основа не только транспортных, но также туристских и культурных связей между Хакасией и Кыргызстаном. Хакасцы и кыргызцы – это этнические народы, которые дружат, и у них корни практически одинаковые. Язык очень и культура очень схожая. Мне кажется, дружба будет только усиливаться. В этом году мы планируем выполнить еще три рейса. Помимо этого, каждую пятницу до конца этого года, 9 и 23 у нас рейсов нет. Дальше с января по апрель в транспортном сообщении между республиками намечается перерыв, затем рейс возобновится. В будущие годы планируется на лето оставить маршрут Абакан-Бишкек, на зиму – Абакан-Ош. Наталья Гармашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.